Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. Сегодня будем говорить про очередной матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Я в синем, потому что впервые в этом сезоне беру в свой обзор одного из лидеров Восточной конференции Новосибирскую Сибирь, которая приехала в гости в Металург. В честь этого поставь большой палец вверх и начинаем! С Телевара идут вторыми на Востоке на три очка, опережая гостей, при этом имея еще три игры в запасе. В обоих матчах после паузы в чемпионате команда Ильи Воробьева праздновала успех, забросив по три шайбы и в ворота Амура, и Адмирала. Сибири же в последней игре удалось прервать трехматчевую серию поражений. Команда Андрея Мартемьянова в Екатеринбурге не оставила шансов лидеру Востока автомобилисту. Игра началась довольно бодро, и уже на пятой минуте хозяева создали сумасшедший момент, атака с численным преимуществом, и Голдобин оказался уже перед пустыми воротами, но шайба прошла совсем немного мимо ворот. А игрок новосибирской команды Егор Аланов вообще выбросил ее за пределы поля. Первое большинство сразу зерно выигрывает вбрасывание, Голдобин на синюю, хороший щелчок от Яковлева, но мимо прошла шайба. Еще один бросок с замахом от капитана, но Костин на этот раз уже накрыл шайбу. В равных составах вспыхнула драка, которая внесла эмоции Коростелев против Ефремова. Раз, два, три, и уже Ефремов оказался на льду. Все как-то очень быстро получилось, но все равно добавило эмоции. А еще Сибирь получила большинство. Никита молодец, он не просто так драться полез, он заступился за Зернова. Вот так вот против Дениса сыграл игрок новосибирской команды. По итогам по пятерке за драку, а Коростелеву еще две за блокировку. У Сибири пятый показатель в лиге по большинству, но здесь ничего особенного не получилось. Вообще первая половина периода прошла с преимуществом хозяев по броскам, было 7-1. Затем на какой-то отрезок времени гости смогли навязать свой хоккей, стали больше контролировать шайбу, ввели позиционную атаку. Правда, все это было по-прежнему без бросков. Ближе к концу периода еще одно удаление у Сибири, на этот раз Овчинников против Голдобина. Подцепил, может, и не сильно, но на такой скорости даже такой зацеп имеет значение. Однако большинство не шло и у тех, и у других лучше получалось разрушать. Но зато в равных составах получилось то, что не получалось в большинстве. Николай Голдобин все-таки забросил свою шайбу, сотворил мини-шедевр. Обыграл нескольких игроков, прорвался из кистей, в ближний угол уложил шайбу ворота Костина. Новое празднование Николаева можно отметить. Показал на ворота, сначала показал, что звонит. Возможно, думал, что будет просмотр на офсайт из-за рикошета на синей линии, но гол абсолютно чистый, ни у кого не возникло никаких вопросов. Очень рад за Николая. Правда, у Голдобина практически сразу мог получиться дубль, но Костин на этот раз спас команду, прижался к воротам и отбил бросок. Ну а первый период так и закончился со счетом 1-0. И в целом это логично. У хозяев все-таки было преимущество в этом первом отрезке. Посмотрите на статистику. 17-4 по броскам в створ, 17-5 по вбрасываниям. Второй период начался с удаления Тревора Мерфи против Кари. За воротами он нарушил правила. И у магнитки третья возможность поиграть в этом матче в большинстве. Снова были подходы. Где-то Костину даже приходилось вступать в игру. Но Сибирь отоборонялась. И практически сразу перешла к своим атакующим действиям. Новосибирцы были побыстрее. Стали создавать моменты. Вот здесь было падение. Показалось, возможно, что здесь должно было быть 2 минуты. Но судьи промолчали. Вторая волна этой же атаки. И вот здесь уже Морозов классно разобрался. И пас на Короткова. Позиция убойная. Но кексануло. Шайба запрыгала. И по скуале переместился. И выловил игровой снаряд. Несмотря на отсутствие голов, игра смотрелась. Периодически возникали моменты. Вот как здесь. Зернов был в хорошей позиции. Напрашивалась передача на дальнюю. Но Денис решил бросать. Команды обменивались атаками. И в итоге новосибирцы все-таки нашли свой момент. Очередная атака. Быстрый вход в зону. Седдиков и шашков нарисовали что-то вроде стеночки. Вырвали шайбу у Еременко. Вот здесь посмотрите. И у Керана на пятачке. Из очень острого угла. Из не самой такой удобной позиции. Никита классно бросил. Попал в бутылочку даже на воротах по скуале. И счет стал 1-1. Правда, после всех повторов стало ясно, что тренерский штаб Ильи Воробьева взял челлендж на вне игры. Вот здесь можно посмотреть самые разные повторы. И на некоторых действительно видно, что коньки уже в зоне. А шайба все еще цепляет синюю линию. Ну, вот эти все современные правила. Про то, что игрок должен именно владеть шайбой. Как мне сначала показалось. Все было в порядке. Но судьи достаточно продолжительное время. Может, минуты 2-3 принимали решение. Вышли и все-таки шайбу отменили. И здесь, конечно, стоит в очередной раз похвалить тренерский штаб Ильи Воробьева. И сказать, что его видеотренеры сработали очень грамотно. Потому что в последнее время в КХЛ вообще не бывает таких промахов. Если команда какая-то берет этот просмотр, то, как правило, всегда бывает точна. И за это, конечно, браво. Рисунок игры после этой отмененной шайбы Сибири не поменялся. И те, и другие искали счастье у ворот. И создавали моменты раз за разом. В какой-то момент магнитка вновь получила большинство. И сперва уже хозяева на отложном штрафе играли. И тоже создали хороший момент. Правда, этот розыгрыш вот этих двух минут больше всего мне запомнился изящным и элегантным сохранением шайбы Григорием Дроновым в зоне. Посмотрите, как он на развороте это сделал. Да, были еще подходы. Но Сибирь вновь очень здорово отобронялась. Период так и катил к логическому завершению. Но на последней минуте Зимчонок в чужой зоне за блокировку схватил две минуты. Было больше 30 секунд. И казалось, что Сибирь должна сейчас воспользоваться своим очень мощным большинством. Но по существу даже закрепиться в зоне не удалось. Третий период начался с продолжения розыгрыша этого самого большинства. Хорошая комбинация Бутузов. Классно бросал. Пьянов бросал. Шаров был на добивании. Мощное большинство. Но Столевары отстояли. Вышел Зимчонок. Прошло еще секунд 20-30. Наброс от Синии от Аланова. И Максим Сушко ставит свою клюшку и подправляет ее точно в ворота. 2-1-1. Видно, как шайба выскочила. Некоторые даже не поняли, что произошло. Кто-то еще продолжал игру. Но что самое важное, что Сушко проводил всего лишь второй матч за Сибирь. Его обменяли на денежную компенсацию из Динамо Москва. И вот так вот трансфер уже сходу стал приносить результаты. На парах успеха Сибирь продолжила атаковать. И сразу же, уже в следующей смене, попала в штангу. На повторе это, кстати, хорошо видно. Более того, игра как-то обострилась, раскрылась. Пошли скорости. Как говорил, пошла вода горячая. Посмотрите, столкновение. Классный такой хоккей. И сложно сказать, у кого в этом третьем периоде было преимущество. Хороший шанс у хозяев появился после удаления Михаила Чайковскина. О Кользине четвертая попытка в большинстве. Яковлев снова был одним из главных действующих лиц. Отсинили не наброс. Может быть не самый опасный, но шайба попала в штангу. Потом был еще момент у Зернова, но уже поймал этот бросок Костин. Сибирь отзащищалась в меньшинстве, но уже в равных составах. Коди Керон нарисовал красоту. Взял шайбу в средней зоне. Поехал в зону Сибири. Раздел Ефремова просто на носовом платке. Раздел еще и вратаря и поразил ворота. Это фантастический гол. Я вообще просто в полном восторге от Керона. Иногда он включается и прямо демонстрирует какой-то хай-класс. Классный гол. После пропущенной шайбы Сибирь просто оголтела. Пошла вперед в давление. Все на ворот. Они создали множество моментов. И в итоге вот это все, их давление, перешло в заброшенную все-таки шайбу. Егор Аланов вновь зарабатывает ассистентский балл. Посмотрите, поперек покатил и словацкий защитник Михаил Чайковский разрядил свою пушку в ближний угол. Эдвард Паскуалин не смог отразить этот бросок, который был послан с силой 143 км в час. Не самый мощный, конечно, но в любом случае под 150 км это дорогого стоит. И Сибирь на самом деле заслужил вот этим своим рвением этот гол. В итоге оставшееся время до конца третьего периода команды больше не забросили и 60 минут закончились со счетом 2-2. Овертайм не принес заброшенных шайб. При этом преимущество было у Сибири, что для меня немножко было удивительным. Ибо в магнитке много быстрых нападающих, которые способны на большом пространстве создать хорошие моменты. Можно вспомнить бросок Еременко в перекладину и момент, когда Пьянов отдавал на Мерфи, но там уже спас Эдвард Паскуале. Булитная серия была чрезвычайно интересной. Первой своей попыткой выходил Александр Шаров, четвертый снайпер в КХЛ на данный момент, но свою попытку он не реализовал. Зато далее уже сибиряки были очень точными. Сначала свою попытку реализовал Валентин Пьянов, классно под планку отправив шайбу в ворота. Потом Тайлер Бэк натянул со своим правым хватом тоже где-то на средней такой высоте. Классный бросок. Сибирь повела 2-0. У магнитки единственную шайбу сумел забросить Джош Карри. Тоже классный такой мастерский реализовал Булит. И когда счет был 2-1 и решающий бросок должен был исполнять капитан магнитогорской команды Егор Яковлев, которого совсем недавно на матче звезд я спрашивал, каково это выходить на пятый Булит. И что вы думаете, Костин переиграл капитана Металлурга и в итоге Сибирь одержала для себя волевую победу. Тяжелейший матч, очень тяжелый. Они забрасывали, голы отменяли, они все время догоняли, но все-таки вырвали победу и добыли вот это дополнительное для себя очко. Да, не самый зрелищный матч получился, я думаю, вы со мной согласитесь, но с каждой минутой он становился интереснее, он прямо вовлекал, а под конец так вообще разошелся. Статистика этого матча на ваших экранах. Преимущество по броскам и по вбрасываниям так и сохранилось за хозяевами. По продвинутой статистике, по периодам тоже видно преимущество у Металлурга, разве что в третьем отрезке Сибирь владела инициативой подольше. Вот еще данные, предоставляемые умной шайбой. Пользуйтесь паузой, чтобы все внимательно рассмотреть, я не могу слишком долго останавливать на этом экран. Надеюсь, что вам понравилась моя работа, если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, можете прожать колокольчик и самое главное, напишите свое мнение по этой игре в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии. С наступающим Новым Годом и, конечно, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!